В городе Киеве, в столице нашей страны, состоялась конференция организаторами которой была общественная организация Международный центр перспективных исследований за поддержки уже Института экономических и социальных реформ Словакии, а также при поддержке посольства США относительно того рейтинга, который проводила данная общественная организация А именно рейтинг был проведен в двух направлениях Это прозрачность органов местного самоуправления И второй рейтинг это показатель финансового здоровья На самом деле показатель финансового здоровья это так называется А вообще обеспеченность финансовыми ресурсами, финансовые показатели По второму рейтингу город Одесса вышел на призовое первое место По оценкам, которые были проведены экспертами Как международной нашей организации, так и экспертами международными Общий средний балл по стране тех городов, которые принимали участие в рейтинге Составил 6 баллов, максимальные 10 Городу Одессе присудили 8 баллов Что это такое и какие показатели оценивались? Конечно, в основном в данном рейтинге оценивались показатели, связанные с бюджетом Это наполняемость бюджета, это выполнение плановых показателей Это доходы на душу населения, это расходная часть бюджета Это зависимости нашего бюджета как территориального от трансфертов То есть от тех средств, которые мы получаем в виде дотаций, субвенций С государственного областного бюджета Это финансирование и кредитование бюджета И, наверное, основные те показатели, которые я сказала Мы на самом деле, мы как бюджет города показываем стабильность С 2015 года все плановые показатели по бюджету мы выполняем и перевыполняем То есть по доходной части выполнение у нас выше всегда 100% Мы считаем тоже, что положительное и расходная часть То есть для расходной части оно не может быть свыше 100% Потому что если свыше 100% это уже нарушение бюджетного кодекса То есть мы только в пределах бюджетных назначений можем выполнять те или иные расходы И по ряду направлений, по ряду мероприятий, по ряду наших управлений У нас процент выполнения расходной части составляет свыше 90% То есть это очень хороший показатель С 2015 года опять же в городе отсутствует кредиторская задолженность То есть задолженность перед поставщиками, подрядчиками за те или иные услуги или работы За счет средств бюджета Да, есть задолженность за счет субвенции из госбюджета Но непосредственно задолженность городского бюджета такой задолженности не имеется Поэтому очень важный показатель, и он также принимался во внимание Это как город, как муниципалитет может обслуживать прямые свои долговые обязательства То есть обязательства могут быть как прямые Это то, что город привлек к заимствованию Но конкретно по нашему городу, например Ну это уже последний свежий пример То, что в прошлом году мы заключили соглашение с коммерческим Укргазбанком На получение кредита То есть долговая нагрузка Как мы ее, какая она удельный вес По отношению к общей сумме расходов И как мы обеспечим Опять же город Одесса в полном объеме Своевременно обеспечивает Как расходы связанные с обслуживанием То есть это процентов по кредиту Так и погашением основной суммы долга Это тело кредита Ну и конечно мы показываем хорошие результаты Именно в вопросах, которые по наполнению бюджета Как я уже сказала И по наполнению бюджета на душу населения По второму критерию То, что даже критики в какой-то мере Было подвергнуто нашими депутатами Это прозористь местных бюджетов Прозористь территориальных громад Не бюджетов Где был рейтинг по 50 крупным городам Были выбраны При всем при том Нас отметили мы в первой десятке Хотя впереди, допустим, суммы Винница, Львов и Винница Первая тройка Но есть и небольшие города Допустим, после нас Замыкает двадцатку Город Белая Церковь То есть вот здесь уже показатель Он более расширенный В том числе и вопросы бюджетной политики здесь Но здесь вопросы информационной политики Это и кадровая политика И этика работников местного самоуправления Это и показатели по землеиспользованию По градостроительству То есть, ну, наверное, рейтинг нам показывает В каком направлении нам надо работать И к чему надо стремиться А вообще вот личное мое отношение К любому рейтингу То есть эта организация очень уважаемая Она проводит очень много исследований В том числе и в экономической сфере Но любой рейтинг И даже наше рейтинговое агентство С которыми мы работаем Заключаем договоры И каждый год они нам присваивают Или подтверждают рейтинг Мы, это взгляд со стороны на себя И если мы считаем, что у нас какой-то показатель Или какое-то направление хорошо А мы видим, что может быть недостаточно хорошо То есть тогда мы видим наши узкие места И в каком направлении необходимо работать И в таком направлении